Коллеги, всем добрый день. Проверка связи. Как нас слышно? Видно? Поставьте огонечки, чтобы мы понимали, все ли нас слышат и видят. Плюсики. Отлично, есть контакт. Еще раз всем добрый день. Меня зовут Светлана. Сегодня у нас не просто вебинар. К нам пришел клиент, руководитель IT-департамента компании Plastico-Ocon Антон. Антон, добрый день. Привет. Антон сегодня пришел, чтобы поделиться реальными результатами проекта автоматизации транспортного подразделения. Антон, как здорово, что ты нашел время в своем плотном графике, пришел к нам, чтобы рассказать из первых уст нашим слушателям о ходе проекта автоматизации. Сегодня у нас 150 регистраций. Антон, столько людей пришли тебя послушать, несмотря на сезон отпусков. Это прям радует. Коллеги, но вы устраиваете удобнее, будет интересно. Для начала хочу рассказать пару слов об объекте, который мы автоматизировали. Компания Plastico-Ocon занимается производством и установкой дверей и окон с 2002 года, а также оказывает своим клиентам комплексное сервисное обслуживание и при всем при этом ориентируется на реализацию любых пожеланий в выборе оконных систем. Объект автоматизации расположен в ближайшем Подмосковье, город Фрязино. Сейчас мы коснемся немного целей проекта и проблематики. Антон, вот мне, как и бывателю, тем более девушке, интересно, ведь осуществлять доставку окон не так просто, как кажется на первый взгляд. Их нужно как-то специально укладывать пирамидкой вроде бы, крепить. Расскажи, пожалуйста, почему окна – это особый товар. Да, еще раз добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить за то, что пригласили участвовать в бинаре. Мне, как IT-специалисту, очень интересен был этот проект и очень интересно поделиться, уважаемые слушатели, с вами своим опытом. Да, ты верно подметил, окна – это специфический товар, специфический план транспортировки. Начнем с того, что для нашего удобства вместимость транспортных средств мы считаем в квадратных метрах, так как окна в большинстве своем измеряются именно в этой единице измерения. Для перевозки готовых изделий используются специальные пирамиды. Вот, о чем, собственно, да, я и говорила. Да, окна перевозятся в вертикальном виде, они пристегиваются к пирамиде специально транспортными ремнями и, соответственно, в таком виде едут уже к клиенту. Есть определенные особенности такой укладки, связаны они с необходимостью соблюдения норм законодательства Российской Федерации, так как у нас есть ограничение по максимальной высоте транспортного средства совместно с грузом. Соответственно, система учитывает данный момент и высокие конструкции ввозятся в горизонтальном виде. При этом логично, что вместимость пирамид в квадратные меры уменьшается. Почему? Потому что изделия ставятся одно к другому и потом, как я уже говорил ранее, пристегиваются к пирамиде. Для учета данного фактора в автоматическом режиме в системе предусмотрен автоматический переворот изделий при планировании. Значит, сами пирамиды делаются на два типа. Это съемная пирамида и несъемная пирамида, которые установлены на автомобилях. Очень важно, что помимо самих окон мы также клиенту доставляем остальную комплектацию. Это подоконники, это доборные элементы и так далее, которые также бывают довольно-таки длинными. И, соответственно, габариты необходимо учитывать при подборе транспортного средства. Отдельным, скажем так, типом конструкций, которые перевозятся, это фасадное остекление. Значит, подобного рода конструкции собираются непосредственно на адресе монтажа и везутся в виде рингей и стоек, разобранных и нарезанных в размер. И отдельно везутся в стеклопакеты, как раз на тех самых съемных пирамидах, о которых я говорил ранее. Все эти моменты необходимо учитывать также в подборе автомобиля. Требуется автомобиль с открытой платформой, определенной длиной кузова и так далее. Значит, вот эти все нюансы система позволяет учитывать при планировании доставки. Это здорово. Антон, также вот упираясь на опыт многих проектов, да, у каждой компании есть свои особенности логистической сети. Кто-то работает только с наемным парком, кто-то использует собственные транспортные средства и дополнительно привлекает наемный транспортный парк. У кого-то есть широкая филиальная сеть и осуществляется доставка как с центральных складов, производств. Расскажи про особенности вашей сети. На слайде видно, что у вас добавились еще и новые территории. Как это вообще в целом отразилось на вашем департаменте? Да, ну, начнем с того, что у нас довольно-таки большой охват рынка, большой охват территории. По направлениям нашей деятельности можно отметить три направления реализации. Это гидерские продажи, это розничные продажи и корпоративные направления. Строительные объекты, площадки и так далее. Для оптимизации транспортных расходов наша компания использует как собственный автопарк, так и наемный транспорт. Касаемо рынков сбыта, у каждого из них есть свои особенности. Если, допустим, рассмотреть гидерскую сеть, то, как ты уже упомянул ранее, мы ее постоянно развиваем и решим. На этапе старта проекта мы своими филиалами присутствовали в Москве, области, в городе Ярославль и области, соответственно, Калуги и Рязани. На данный момент сейчас добавился Санкт-Петербург, сейчас добавился Казань и, соответственно, я думаю, что не за горами новые территории. По части автоматизации я хочу отметить очень гибкую настройку планирования под график доставок именно региональных складов. К сожалению, у нас нет необходимости или требований ездить в каждый регион ежедневно, поэтому мы разработали согласованно с партнерами график доставки и система позволяет учитывать данные условия в автоматическом планировании. Далее я расскажу, как мы используем это в части автоматизации по переносам и так далее. По региональным доставкам мы используем мультимодальную систему перевозок. Планирование осуществляется в два плеча. Первое плечо – это доставка в основе своей наемным транспортом до нашего регионального склада. И второе плечо – это доставка с регионального склада на конечный адрес. Клиент может самостоятельно забрать свой заказ из нашего регионального склада систем также учитывает, соответственно, конечные адреса доставок. И одной еще из особенностей планирования является настройка GeoZone таким образом, что в одной машине могут ехать конструкции на крупные склады наших партнеров в регионах. Соответственно, нам в автоматическом режиме система позволяет исключать мультимодальную систему для таких ключевых и больших наших партнеров. Ну и, соответственно, это будет… Ну, то есть гибкие настройки, которые позволяют вам быстро перестраиваться, да, исходя из ваших особенностей. Да, конечно. И, соответственно, все это благотворно влияет на планирование, на удобство работы системы в целом. Это прямо очень хорошо. А вот насколько известно, да, что у вас раньше была другая система до внедрения Axelot MS. Хотелось бы мне и нашим слушателям узнать, какой цикл жизни была эта система, что вас не устраивало, да, была ли поддержка, развитие у предыдущего вендора. Здесь я ни в коем случае там на тебя не хочу давить, а выбор о разглашении компании системы остается с тобой, поэтому тебе слово. Да, вопрос, конечно, интересный, но я, прости, не буду называть наименование системы, пользуюсь всем уважением к своим коллегам из IT. Но также я думаю, что большинство коллег из IT меня поддержат, если я скажу, что изобилие этой системы является одним из ключевых составляющих факторов успеха любого проекта. Предыдущая система, прежде всего, была неудобная в плане использования, в плане работы самих логистов. Интерфейсы, гибкость настроек, сложность интеграции, привычность визуала – это то, чего, наверное, не хватало прежде всего. Также очень важный момент был – это особенность планирования старой системы. Система работала по прямой, соединяла точки, не прокладывая маршрута с учетом трафика, с учетом дорожной сети. Для грузовых автомобилей, сами понимаете, это, в принципе, катастрофично. Тогда получаются перепробеги и так далее, когда машина крутится вокруг одного адреса несколько раз. Одной из наиболее важных, на мой взгляд, стороной решения от компании Axelot является применение платформы 1С. Это важно. Почему? Потому что 1С все-таки является, на мой взгляд, неким лидером рынка программного обеспечения в России, и каждый пользователь компьютера в той или иной степени с интерфейсами 1С сталкивался. Благодаря этому, заходя в проект TMS Axelot, каждый пользователь мог настроить под себя интерфейс, отборы, журналы и так далее для того, чтобы повысить эффективность работы, прежде всего, в системе. Что касаемо предыдущего продукта, мы отработали на нем порядка 10 лет. Мы, естественно, говорили и высказывали все замечания к работе системы. Рендер неоднократно делал попытки подстроить под нас систему, ее оптимизировать, ее модернизировать, но, к сожалению, ничего подобного не получилось. Не учитывались факторы, ну, как я говорил, логичности планирования. Очень важно в нашей специфике не было учета временных работ на адресах, потому что выгрузить окна зачастую это довольно-таки длительный процесс, особенно когда предусмотрены какие-то действия по переносу изделий и, соответственно, адрес может отрабатываться до двух часов. Все это приводило к тому, что не было четкого понимания по временным окнам. Ну и, соответственно, весь этот комплекс приводил к тому, что было недовольство клиентов, было недовольство самих водителей. Ну, срывались, да, все сроки. Да. Зал работал, так сказать. Естественно, был перерасход по транспорту, потому что были перепробеги из-за аналогичных маршрутов. Не было возможности планировать на лету, то есть, вносить изменения в уже построенный маршрут. Да, это, ну, можно было, но это было довольно-таки проблематично делать. Ну, и, соответственно, из-за этого всего комплекса было принято решение о смене правильного обеспечения для локристики. А клиентоориентированность – ваше все. Конечно. И наше все. Тоже, да. Клиент, довольный клиент. Это залог успеха. Хорошо. Давай немного поговорим теперь о ходе проекта. Несмотря на то, что мы выполняем большое количество проектов в разных отраслях, а для нас каждый проект в любом случае по-своему уникален. Антон, расскажи, пожалуйста, об особенностях вашего проекта. Возможно, ты что-то порекомендуешь нашим слушателям сделать перед началом проекта, на что обратить внимание, ну, и вообще, как вы готовились к этому проекту? Ну, прежде всего, я бы порекомендовал отметить для себя, как для заказчика, ключевые моменты и ожидания от новой системы. Конечно, система, которая у меня есть, это имеет все, это очень здорово, да, но, наверное, такие системы и существуют. И если она есть, то она будет очень сложна для внедрения. Большая зеленая волшебная кнопка, которую все хотят нажать. Да. Конечно, необходимо начинать с проблем, которые уже существуют. Если действующие компании, я думаю, и речь зашла о смене программного обеспечения для планирования, скорее всего, решение принималось из-за того, что какие-то проблемы есть. Вот необходимо, прежде всего, их структурно описать и подсветить. Далее необходимо искать возможности решения данных проблем, помимо программного обеспечения, какими-то бизнесовыми процессами. Соответственно, каждый процесс должен быть детально описан. И, соответственно, все требования, все ожидания должны быть также описаны, задодокументированы не только IT-гепартаментами, не только транспортной логистикой, автотранспортной службой, но и всеми смежными подразделениями, которые будут использовать ТМС в своей работе. Ведь ТМС, по сути своей, это не только система планирования доставок, это целый комплекс программного обеспечения, который позволяет вести гараж, который позволяет вести какие-то финансовые моменты, аналитику, да, здесь довольно-таки большой расширенный функционал. Если касаться нашего проекта, то коллеги из команды Акселот провели у нас очень большое количество времени на предпроектном анализе, описывали каждый этап, проводили физическое время у нас на производстве, обследовали весь процесс построения маршрутов, процесс взаимодействия со складом, с клиентами, каким образом у нас строятся маршруты, согласовываются, по каким критериям это все происходит, дальше как происходит загрузка автомобилей, каким образом у нас выстроено взаимодействие с водителями, с экипажами доставки. Соответственно, все это было описано, на основе этого отстроилась модель системы и, соответственно, проводилось интегрирование всех ключевых лиц, которые будут в этом проекте задействованы. Далее, соответственно, было составно техническое задание, которое было утверждено с обеих сторон, и мы приступили к проекту. В ходе проекта было несколько неучтенных нюансов, скорее всего, они были связаны с тем, что мы используем очень много программного обеспечения собственной разработки. К сожалению, может быть, или к счастью, не знаю, готового решения для нашей сферы бизнеса нет, и, соответственно, под наши бизнес-процессы мы со своим штатом разработчиков постоянно дописываем, совершенствуем то, что имеем. С компанией Аксилот мы приняли решение по интеграции. Очень важно, что часть программного обеспечения касаемо логистики и доставки складского учета осталась именно наша. Тем самым нам не пришлось перемучивать сотрудников, не пришлось менять какие-то глобальные бизнес-процессы у себя. Ну и все это, соответственно, в проекте было учтено. Это очень здорово, что у вас тут есть свой штат разработчиков, что вы действительно столько системы-то себя разработали, да, хорошо разбирались в функционале, и тем самым даже в ходе проекта вы, да, уже знаете, что вы хотите, где-то там принимаете большее участие и, соответственно, успех любого проекта, да, взаимодействия двух проектных команд. Это здорово. Антон, были ли в проекте какие-то интересные фишки? Ну и вообще, что было там интересного сделано, на твой взгляд? Расскажи, пожалуйста. Ну, прежде всего, мне, как руководителю IT-департамента, естественно, был интерес в реализации проекта для помощи и автоматизации нашего бизнеса. Смотря на, простите за грубость, на боли логистов, да, при работе в предыдущей системе, хотелось им помочь, облегчить жизнь. Ну и определенные фишки, которые, ну, скажем так, нет ни у кого, да, тоже хотелось применить и внедрить. Наверное, первую фишку, как я говорил ранее, можно отметить интеграцию программного обеспечения с нашим ПО собственной разработки. Мы отказались от мобильного клиента компании Axelot. Ввиду того, что у нас уже было мобильное приложение на базе Android, разработанное нашими специалистами, которое позволяет проводить отгрузку на адресах с контролем отгрузки каждой единицы продукции. Естественно, все наши изделия, вся наша комплектация, она имеет уникальные штуки хода, она маркируется, и тем самым использование мобильного приложения исключает возможность не до отгрузки на адресе, ну и тем самым исключение рекомендуционных случаев. Также у нас проводятся статусы рейсов, то есть водитель выезжает, он, значит, ставит отметку о том, что он поехал, прибыл на адрес, поставил отметку о том, что он приехал, начал разгружаться, полнота, разгрузки и так далее. Это все было реализовано. Значит, также у нас была интеграция с системой складского учета, это также наша, собственно, разработка. Соответственно, для колдущиков также ничего не поменялось, и путем вот этой бешевой интеграции мы в режиме реального времени видим всю информацию о заказе, когда заказ загружен, полноту загрузки и так далее, что, в принципе, является таким довольно-таки удобным посторием. Далее, значит, один из ключевых моментов, который был необходим по проекту, это автоматизация переносов неоплаченных заказов. По нашим условиям сотрудничества некоторые наши партнеры могут запускать заказы в работу, то есть, соответственно, изготавливать окна без оплаты, но для отгрузки заказов требуется оплата заказа. Ранее для оплаченным неоплаченным заказом и, соответственно, логист, который право документировал все заказы на дальние даты. Теперь все это происходит в автоматическом режиме. При проставлении признака оплаты финансовым департаментом система ставит заказ на доставку, либо по истечению какого-то тайм-аута система двигает заказы на дальние даты и учитывает при этом наши региональные условия поставки, о которых я говорил ранее, потому что мы не в каждом регионе ездим каждый день. Ну это прям сэкономило большое количество времени, я так понимаю, безусловно, автоматическим этот настройкам. Да, конечно. Также из таких ключевых сервисных моментов можно сказать и отметить уведомления наших партнеров о предстоящих доставках. На данный момент по дилерскому направлению у нас предусмотрены и были предусмотрены в рамках проекта почтовые рассылки. Значит, по розничным клиентам у нас предусмотрен автоматический обзор клиентов. И самая главная, наверное, особенность того, что удалось реализовать, мы собираем данные по контактам, по адресам для email рассылок, по номерам телефонов из разных наших операционных систем. Все это также сделано с бешеной интеграцией, соответственно, по нажатию одной кнопки рассылается автоматическое уведомление на все каналы. Здорово. Действительно, система тумана настолько гибкая, что, мало того, широкий типовой функционал, более 8000 параметрических настроек, плюс ее можно разработать под потребности клиента. Но, опять же, вышел на интеграции, о которой ты говорил. Здесь нет каких-то преград для интеграции с решениями 1С, не на 1С, собственной разработки. Поэтому здесь система достаточно гибкая в этом плане. Ну что ж, пришло время подвести итоги и поговорить о результатах. Атон, прошло два года с внедрения системы. Нам бы очень хотелось услышать, каких результатов удалось добиться за два года именно в цифрах, узнать удовлетворенность сотрудников этим изменениям. Расскажи, пожалуйста. Ну, здесь, наверное, результаты я бы разделил на три категории. Первое, естественно, это лояльность клиентов. Мы стали более четко попадать в запланированные временные интервалы. Ну и, соответственно, наши партнеры могут планировать свою деятельность более прозрачной, что ли. Далее, значит, если говорить по цифрам, то расходы на транспорт у нас снизились порядка 20%. Утилизация транспорта увеличилась порядка 14%. Таких цифр удалось добиться за счет более логичного построения маршрутов, более плотного построения маршрутов и за счет возможности оптимизации маршрутов на этапе планирования. По третьей категории, о которой я говорил, это лояльность наших сотрудников. Естественно, раньше логистам хотелось долгое время тратить на планирование наручное. Порядка там 500 заявок было на тот момент. Планировались они порядка 6-7 часов. Сейчас 700 заявок планируется порядка 2 часов с учетом переносов каких-то и т.д. Ну и, естественно, водители, как конечные пользователи нашего продукта, тоже стали более довольны. Рейсы логичные, не приходится крутиться вокруг одного адреса по несколько раз. Ну, тем более, вы сами представляете, на грузовом автомобиле где-то в городе. Чтобы не развернешься, да. Да, в общем, это так себе история. Ну и маршруты, получается, без перепробегов. Возвращаются на пазу подзагрузку автомобиля раньше. Соответственно, водители больше времени на отдых. Ну, в общем, все довольны. Нет, это действительно хорошие прям показатели. Я думаю, они со временем будут еще улучшаться. Да, возможно, там еще спустя какое-то время мы встретимся и узнаем еще каких-то результатов и о том, как вы выросли, да, и какие территории еще захватили. Это не может не радовать. Ну и, наверное, немножечко, да, уделим время развитию функционала. Скажи, пожалуйста, насколько вы сейчас самостоятельно вообще развиваете систему дальше или текущего функционала, который был настроен в рамках проекта, да, два года, достаточно? И коснулись ли эти изменения сторонних подразделений? Ну, скажу, что процесс развития системы мы не останавливали и не останавливаем. Самостоятельно дорабатываем систему под наши требования, под требования бизнеса. Тоже здесь, наверное, разделю этапы развития и доработки системы на несколько направлений. Первое направление – это клиентский сервисов. После запуска проекта мы сделали глубокую интеграцию с нашим партнерским порталом. Значит, клиент, наш дилер, может в режиме реального времени, благодаря решению ТМС, ТексиО, видеть этап прохождения своего заказа. В личном кабинете дилер видит интервал доставки, если рейс уже запланирован, утиле, машина, отгружен, может быть, уже заказ и так далее. То есть эти все моменты нам удалось реализовать. Далее, значит, по уведомлениям мы сделали интеграцию еще с одним каналом уведомлений о настоящих доставках – это смс-уведомления. Данные для рассылки номера телефонов и прочее берутся из CRM-системы, в которой работает билевский отдел. Мы, ну, соответственно, оставили привычной среде наших менеджеров, им не пришлось добавлять какой-то программный продукт. И, соответственно, всю валидацию адресов наших партнеров, они проводят самостоятельно. Повторюсь, логист нажатием одной кнопки и делают рассылки по всем каналам. Здесь же мы учли в случае мультимодальной системы перевозок, куда доставляется заказ. То есть, соответственно, если заказ едет на адрес, мы клиенту чьем смс, что заказ перейдет к вам на адрес. Если заказ едет только на наш региональный склад и будет запланирована на доставку через день, например, то клиент получит смс о том, что доставка заказа осуществляется, но на сплату. Соответственно, клиент знает путем смс и где его заказ и что с ним, ну и, соответственно, не путается, когда он будет его получать. Ну да, время планирует, знает, когда привезут, наверное, то что он звонит, скажите вам прямо через час. Отдельным интересным доработкой я бы, наверное, отметил интеграцию с нашей системой телефонии. Очень часто клиенту необходимо связаться с водителем для уточнения. Здесь мы сделали следующее. Мы не стали показывать номер телефона нашего водителя клиенту. У нас есть единый многоканальный номер телефона, позвонив на который и введя номер заказа, система автоматически соединяет с тем водителем, кто везет этот заказ. Соответственно, есть несколько этапов валидации, то есть система не даст позвонить водителю, если он еще не выехал, ну, допустим, ночью. Система не даст позвонить водителю, если заказ уже отгружен, для того, чтобы исключить, скажем так, неудобства стороны водителя, так как, прежде всего, его задача везти автомобиль и доставлять качественный продукт клиенту. По направлениям, которые были добавлены в систему, мы завели еще и службу советского сервиса. Это, скорее, не совсем логистическая история, но на данный момент выезды специалистов службы сервиса также планируются в ТМС. Это позволило нам существенно снизить время ожидания приезда специалиста за счет того, что менеджер-координатор, который занимается распределением выездов, он видит на карте все точки, куда мы должны переехать, и тем самым он может при построении маршрута взять точку с дальней даты, согласовать время приезда более раннего приезда специалиста и тем самым снизить интервал ожидания от момента обращения по сервисным случаям в компании до момента его устранения. Также учитываются, естественно, временные интервалы, которые будут затрачены на произведение работ на адресах, ну и, соответственно, система позволяет планировать, как я уже говорил ранее, более четкие границы, временные окон, когда мы приедем. Следующий момент, который отмечу, это финансовый модуль. Финансовый модуль, это был один из ключевых аспектов, почему мы хотели поменять систему, потому что в предыдущей системе не было никакой аналитики абсолютно. нам же необходимо рассчитывать заработную плату грузчиков, заработную плату водителей, контролировать оплаты наемного транспорта и так далее. На этапе проекта мы довольно-таки узко сделали критерии, выбрали критерии, по которым рассчитывалась заработная плата наших сотрудников. На данный момент количество критериев по расчету выросло в порядке 9, наверное. У нас учитываются различные расценки в различных регионах. Это раз. Во-вторых, бывает такое, что машина с одного региона едет в другой регион. Это уже другие расценки. Фиксированная ставка за выход на работу, значит, фиксированная ставка за переход автомобиля на техосмотр, на техобслуживание или ремонт, так как там нет фактически доставки. Но мы будем оплачивать этот рейс можно. Большая тарифная сетка разработчиков. Да, она довольно-таки большая. И самое главное, самое главное в этой всей системе, что изменение алгоритмов расчета не требует увеличения программистов 1С. То есть система позволяет настраивать алгоритмы расчета посредством корректировки формул. И на данный момент у нас этим занимается отдел расчета заработной платы. То есть там, где нет практически программиста, а если просто форумы не настраиваются. Еще одна из таких интересных фишек, которые удалось реализовать, это механизм контроля оплат наемного транспорта. У нас слоя учетная система, она тоже на базе 1С. Но заводить финансовый департамент ТМС, наверное, было бы неудобно прежде всего для самих финансистов. Поэтому мы сделали также дешевую интеграцию, которая позволяет оплачивать и контролировать оплату и расходы на наемный транспорт непосредственно из нашей учебной системы. Финансист может посмотреть все ключевые данные по рейсу, когда рейс выполнялся, продолжительность рейса, количество изделий, экзотипетра, в общем, все те ключевые параметры, которые используются у нас для расчета оплаты, они все остались в нашем учетной программе. Да, действительно, вы за эти два года хорошо развили функционал самостоятельно. Опять же, это говорит о том, что система достаточно легко работает. То есть это не требует обращения всегда к разработчику. То есть вы можете самостоятельно, имени навыки, знания 1С и системы администрирования, можете спокойно развивать функционал под изменение вашего бизнеса. Система в этом плане гибкая. Антон, здорово. Спасибо тебе большое за такой интересный рассказ. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно. Наша часть вебинара основная подошла к концу.